Магараджа Притху раздавал страдающим людям свою милость, подобно тому, как небо проливает потоки дождя на измученный зноем людей. Очень трудно измерить длину и ширину океана, ибо просторы его безбрежны. И, подобно океану, Притху Магараджа отличался такой глубиной помыслов, что до конца постичь их не удавалось никому. Гора Меру служит осью, вокруг которой вращается вся Вселенная. Ее нельзя сдвинуть с места ни на дюйм. Подобно этому Притху Магараджа был столь тверд в своих намерениях, что никто не мог поколебать его решимость. Помолимся тогда, дорогие преданные, чтобы к нам пришло понимание, что хочет сказать для нас Господь через эти слова, а также Ачари, Шлопраупада и вся группа Рампара, чтобы это помогло нам сделать шаг вперед и все ближе и ближе мы могли приближаться к Кришне. Ума Гьяна Тимиранда Сьягьянанджана Шалакая Чакшурунмиритам Йенна Тасмайщи Гуравейна Маха Шичейтанья Манобиштам Стапитам Йенабхутали Своям Рупам Кадамах Ям Дадатисва Падантикам. Джайши Кришна Чейтанья Прабху Нитянанда Шиадвайта Гададхара Шивасадигура Бхактавринда Вань Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рам 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 Хари Хари Нама Ом Вишну Падая Кришна Прешха Ябхутали Шимати Бхактивиданта Свами Тинамине Намасте Сарасвате Деве Гауравани Прочарине Нирвишеша Шуннявади Пашти Тяде Шатарине Мукам Кароти Вачалам Пангум Лангая Тегирим Яд Крипата Магам Вандэй Шигурум Дина Таранам Сейчас еще раз прочитаем тогда стих. Махраджа Притху умел угодить всем своим подданным, подобно дождю, который исполняет желания всех живых существ. Глубиной помыслов он был подобен морю, а своей непреклонностью напоминал царя Гор Меру. Здесь описывается качество Притху Махараджа. И сам по себе, как личность, Притху Махарадж является Шакти Авеши Аватара. То есть, это личность, которая наделена полномочиями. Живое существо, когда Господь его наделяет своими полномочиями, то оно относится к категории Шакти Авеши Аватара. Есть в Читании Чаритамрите стих, описывающий разные категории воплощений Аватар. И вот мы сейчас можем даже прочитать его. Читание Чаритамрита, 20 глава, 46 стих. Мадья Лила. 2,46 стих. Сейчас прочитаем его. Так, 46 стих. Мадья Лила. Продолжение следует... 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 То, что мы можем в любой момент поступить так, как мы считаем нужным, так, как мы хотим, отдельно от Кришны, независимо от Него. И зная это, Господь, Он специально для этого и создает материальный мир. Поэтому материальный мир, Он тоже всегда существует, у Него есть свое место во всем творении. То есть мы знаем, творение, оно очень огромное, если его разделить на четыре части, то одна четвертая часть, это будет место выделено для, знаете, у царей у них много жен, и специально была комната, комната гнева называется. И вот когда какая-то жена недовольство проявляет, она вот идет в эту комнату и недовольство проявляет, кидает посудой, шумит, голодит, пастится, ни с кем не хочет разговаривать, ну то есть пар выпускает. И вот материальный мир, это вот такое вот место, где живое существо, оно может проявить свой какой-то дух независимости, недовольства или еще что-то, протест, жалобы, претензии, вот пожалуйста. Поэтому, когда Господь, Он создает этот мир, Он, так как Он знает, что материальная энергия, которую Он уполномачивает, держать здесь всех в иллюзии, она безгранична могущественна, она так же могущественна, как и Сам Господь, это Дайвихиеша Гунама, это божественная энергия. Ну а нам же нужен шанс какой-то, надо же как-то отсюда выбираться. И Кришна, Он хочет, чтобы мы отсюда выбрались, Он хочет, чтобы мы обратно вернулись и обратно мы были в этих отношениях, так как эти отношения, они радость и Кришне приносят и нам. Они полностью удовлетворяют и душу, и Господа. А в материальном мире мы страдаем. Но чтобы это страдание, оно ненадолго было, Он для этого сюда сам приходит или же посылает кого-то, чтобы как раз именно привлечь наше внимание. Чтобы появилась вот эта лазейка. То есть, вот она материальная жизнь, вот мы здесь реализуем свои желания. И тут вдруг появляется у нас альтернатива, выбор. То есть, мы имеем возможность соприкоснуться с чем-то более высшим. Более высшим, что здесь недостижимо в этом мире. И это все происходит как раз по милости Кришны и по милости Его преданных. Поэтому Он сюда приходит, посылает сюда своих преданных, чтобы другие живые существа могли привлечься вот этими удивительными качествами. И через этот процесс мы начали, как говорится, обратно поворачиваться лицом к Кришне, увидев, какой Он замечательный. Видя вот эти качества, Придху Махаража, например, мы вот можем, мы здесь вот читаем, что Он... Умел угодить всем своим подданным, подобно дождю, который исполняет желания всех живых существ. Вот дождь льется, и он же не ставит никаких условий, что вот я буду капать только на тех, кто ведет себя хорошо. А вот те, кто себя плохо ведет, им вот никакой воды не получит, и все, и пусть умирают от засухи. Нет, дождь льет, он везде вот льет, как это, без разбора, без ограничений, никаких условий, правил не ставит. Просто всем проливает, независимо от того, надо, не надо, вот просто все, вот милость пришла в это место, и все, и льет. Вот, на всех, не различая. Так и Придху Махаража, Он всех подданных способен был удовлетворить, и не смотрел так вот, ты себя хорошо ведешь, ну ладно, ты получишь. А ты плохо себя ведешь, ничего не получишь. Нет, все были довольны. В Его Царстве были все счастливы. Царь, Он своих подданных считает своими праджами, детьми. Они все его дети. Если в доме дети недовольны, родственники, вот слабые слои населения, старики, женщины, дети, коровы, если они недовольны, то мира не будет. Никакого мира не будет. Поэтому любой лидер, либо же это муж, либо же это директор, либо это царь, либо правитель вселенной, он как раз именно об этом и печется, чтобы все слои населения, особенно слабые слои населения, были спокойны и удовлетворены, чтобы у них было все хорошо. Тогда будет мир. Когда мирная атмосфера, есть возможность развиваться. Можно джапу почитать, книжки почитать, лекции послушать, а Кришне послушать. А когда война, то как тут развиваться? Некогда, надо драться все время, кому-то что-то доказывать, выяснять отношения. В таком состоянии невозможно развиваться. Все разрушается. Разрушается и физически все, и ментально все разрушается. Когда сознание людей сосредоточено на боли, на каких-то страданиях, на каких-то таких нехороших вещах, то сознание начинает расслевать просто, разрушаться. И наоборот, когда сознание сосредоточено на чем-то высоком, благородном, чистом, то оно начинает развиваться, расцветать. И любой царь, он не просто руководитель хороший, он еще и хороший психолог, он эти вещи очень тонко понимает. Поэтому он переживает по поводу того, чтобы и ментально, и физически все были удовлетворены. И вот он как дождь льет на всех эту милость. Глубиной помыслов он был подобен морю, а своей непреклонностью напоминает царя Гор Меру. То есть вот помыслы. Понять до конца, что им движет и о чем он там размышляет, никто не мог. Настолько он был глубок в своих помыслах. Почему? Потому что все его сознание было сосредоточено на Господе. А Господь, Он безграничный. И Он бесконечно глубок. И когда преданный сосредотачивается на Кришне, он также становится очень глубок. И так как Кришну понять непросто, то и преданного тоже непросто понять, что им там движет. Почему он так поступает. Вроде бы занимает самое высокое положение. Вроде бы все у него есть. А почему он всем служит? Какая выгода с того? Непонятно. Поэтому поведение преданных, оно бывает непонятно. Особенно занимающих такое высокое положение. Чего он всем служит? Наоборот, все ему же должны по логике, мы как думаем, со своей позицией. Я пуп земли, поэтому все должны мне служить. А тут он имеет все, всем повелевает. У него, как говорится, все под контролем. А он еще и всем служит при этом. И абсолютно ничего не ждет взамен. А что ему могут дать его подданные, если в его руках все ресурсы? То есть, ничего особенно-то, его ничем не удивишь. Три копейки. Так как, говорит, я же вам выдал из своей казны. Это же моя зарплата. То есть, как ребенок, например, он дает там папе или маме конфеты. Ну, купил ты их папа. Или мама купила. Но он так проявляет свою любовь. И Господь, он с любовью это принимает и радуется этому. Так и чистые преданные, которые наделены вот таким могуществом. Они дают возможность нам понять, что такое любовь. И научиться ее проявлять. Чтобы мы начали пробуждаться в духовной жизни. Непреклонностью напоминал царя гор Меру. Меру – это гора, фактически, которая является осью, центром всей Вселенной. Все планетные системы вокруг нее вращаются. И ее невозможно сдвинуть ничем. Это только если Вселенную сдвинуть, то тогда вместе с ней и Меру передвинется. То есть, вот такая вот невероятная непреклонность. То есть, цель четко поставлена, и он движется к своей цели. И остановить никто и ничто не может. Что бы там ни происходило, какие бы трудности. На пути Придху Махаража было много очень великих трудностей. Мы читали, как он даже с Индрой пришлось столкнуться. Индра – это непростое живое существо. Это личность, которая очень дорога Господу. Сам Господь является в этом мире, как его младший брат. Упендра – это тот, кто… Упа – это, значит, второй после Индры. Упендра – то есть Индра, а Упа – это вот идущий за Него, младший брат, стоящий за Ним. То есть, представляете себе, какая-то необычная личность, что сам Господь – ваш младший брат или ваша младшая сестра. Представляете? Вот это какое надо иметь положение. И тут конфликт возник со старшим преданным. То есть, представьте, вот вы живете вашими, и у вас конфликт со старшим преданным, который занимает более высокое положение, лидирующее положение. Но Придху Махараджу, он смог через общение с другими старшими преданными, то есть всегда есть кто-то, кто более старший, например, Господь Брама, он дал совет Придху Махараджу – пожалуйста, остановись. Господь будет доволен тем, что ты сделал сейчас на настоящий момент. Главное, что это делал с любовью, и все, и Господь на этом будет доволен. И я тебе как бы вручаюсь, я с Ним договорюсь. Тот, кто, как говорится, у кого есть отношения с Богом, он санкционирует. Я – все будет хорошо, ты не переживай. А Индра, ну, оставь его в покое. Видишь, он от того, что вы начинаете воевать и конфликтовать, все хуже и хуже становится. Проблема у всех. Так как, когда лидер, он ведет себя как-то недостойным образом, то остальные, занимающие более подчиненное положение, они же смотрят и думают, что так и должно быть. Что бы ни делал великий человек, для простых людей – это пример для подражания. И они идут по этому пути. И идя по этому пути, они же будут деградировать, если пример недостойный. И наоборот, если пример достойный, то они будут развиваться и прогрессировать. Поэтому Господь Брама, он попросил Придху Махараджа остановиться, и тот прислушался, он сделал разумный шаг. Хотя, ну, ситуация была очень накалена. То есть, как это, в самом пылу, вот этой гуны страсти, там, готовность уже убить Индру, Придху Махараджа уже сам собственноручно решил. И тем не менее, он все-таки остановился, взял себя в руки, вот это вот умение владеть собой. О чем это говорит? О том, что личность, она полностью предана Господу и желает только жить для его удовлетворения. И ради того, чтобы Кришна был доволен, он готов отказаться от своих каких-то идей, какой-то своей убежденности, потому что его высшая цель – это счастье Кришны. Если Кришна счастлив, я это сделаю. Если он будет несчастлив, я не буду этого делать. То есть вот даже отказывается от своей какой-то вот, например, вот этой вот непреклонности. Все, вот он поставил цель 100 жертвоприношений. Остановить никто не мог. И вот когда тут произошла вот эта история с Индрой, это показало не на, указало не на слабость Придху Махаражи, что вот, ну не получилось 100, ну слабак, как говорится. Нет. Наоборот, это его прославило, вот эта способность уступить и послушать старших и сделать правильное решение. И тем самым спасти ситуацию. Ситуация была спасена. Во-первых, Кришна был доволен, он сам явился на ягью, тем самым доказывая, что он доволен. Вот. Иначе бы он бы не пришел бы, если бы он был неудовлетворен. А во-вторых, еще и все увидели, то есть все стали свидетелями этого интересного события, как Господь, Он прославляет Придху Махараджи и одновременно ему наставление дает. И тем самым мы видим, как он проявляет эти удивительные качества, показывая, как нужно поступать в разных сложных ситуациях. Вот. И все это, и все эти истории, события в Шимадбхагаватам, они описаны для того, чтобы нам показать, как проходить через разные трудности, через разные испытания, находясь в разных положениях. Вот. Либо же положение подчиненного, либо положение ответственной какой-то личности. Так или иначе, мы можем учиться на этих примерах, на этих историях, чтобы понимать, что мы не одиноки, Господь всегда с нами. Это не так, что вот у меня произошла эта ситуация, и все, об этом никто не знает, и я тут грущу, и все. Нет. Кришна, Он прекрасно знает все, что происходит в сердце каждого. И все эти истории специально только для нас. А даже более точнее, Вселенная, как я вот недавно услышал, она создается не просто для того, чтобы живое существо, оно могло вот этот свой бунтарский дух тут реализовать. Это как бы внешняя форма. Это внешняя. Второй момент этого – это разочарование. Это тоже все внешнее. Но внутренняя, глубинная причина создания Вселенной, она создается именно только для преданных. То есть Вселенная создается для преданных. Это очень интересная вещь. Я вот ее услышал как раз благодаря старшим преданным, которые копают шастра, как говорится, глубже, глубже, намного глубже, чем у нас есть возможность. И они находят эти тонкие моменты, где объясняется, что весь материальный мир создается только для преданных, которым вот немножко еще осталось, чуть-чуть. И Кришна, так как Он не только преданный со своей стороны, Он хочет Кришне, но также и Кришна со своей стороны тоже хочет уже побыстрее встретиться со своим преданным. И чтобы Ему помочь, какие-то моменты, вопросы решить, какие-то вот еще привязанности остаются в сердце, которые держат нас здесь, чтобы окончательно с ними расстаться, Он создает этот мир. И преданный Он может здесь, в этом мире, дойти до конца, окончательно избавиться от всех сомнений, которые мешают Ему сделать окончательно решительный шаг вперед и уже войти в эти вечные отношения с Богом. А все другие живые существа, они, как это, за компанию имеют возможность реализовать свои вот эти вот желания, абсолютно эгоистичные, и никак не связанные с Богом. Разочароваться здесь. Но так как тут находятся чистые преданные, как раз вот те самые, которые стремятся к Богу, а также сюда еще и приходят чистые преданные из духовного мира. Это личности, которые наделены определенными полномочиями, такие как вот, например, Рупа Гасвами, Санатана Гасвами, мы знаем, вот вся наша гуру Парампара, Бхакти Вино, Адхакур, Шилопраупада, Бхакти Сансарасвати. Это личности, которые из духовного мира приходят. Они не из этого мира, не снизу подымаются вверх, а они вот прямо сверху спускаются. И вот этот контакт с вечными парикарами, спутниками Господа, а также с теми чистыми предами, которые здесь вот, им еще чуть-чуть осталось, но у них уже есть высший вкус. Они уже все, вот их ум уже в Явасаятмика Будхих, все, он как стрела устремлен к Кришне. То вот это общение с другими людьми, оно дает им шанс измениться. Они начинают привлекаться к качествам Кришны, начинают вдохновляться, и у них появляется интерес к другой жизни. К жизни, которая не направлена на удовлетворение своих чувств, а к жизни, которая направлена на удовлетворение чувств Кришны. Вот так вот интересным образом происходят тут все события в этой Вселенной. То есть тут все вращается вокруг Бога. Но когда человек, он погружен в иллюзию, в этом-то и смысл иллюзии. Он не видит этого. Он считает, что все тут вращается вокруг эго, ложного эго. У кого эго побольше, вокруг того все и вращается. Поэтому тут все друг друга завидуют. И каждый пытается занять более высокое положение. Думает, что если я стану выше, значит, я стану круче. И стану счастливее. Но изучая опыт всех этих так называемых героев, мы видим, что все кончается плохо. Все падают. Падают по одной простой причине. Вот эта деградация начинается по причине чувства «я особенный». Вот эта вот высокомерие, гордость, она ведет к падению. Как раз в третьем стихе Шикшаш-таки именно об этом говорится. «Тринада Писуничина, Тарора Писахишнуна, Аманина, Манадина, Киртания, Сада Гриф». Это ключ к успеху для тех, кто хотят действительно обрести вот эту любовь к Богу. И в чем же смысл этой любви? А в том, что, во-первых, она нам нужна, а во-вторых, она Кришне нужна. Потому что Кришна – это личность, которая живет только одним – любовью. Ему ничего не надо. Богатство ему не надо, деньги ему не нужны, власть тоже, красота тоже. Ему вообще ничего не нужно в этом мире. Он – источник всего. То есть его тут, как это, ничем не удивишь. Директор фабрики обувной. Как его можно этой обувью удивить, если он эту обувь сам штампует? Не удивишь. У него этих ботинок, как я… Мы когда путешествовали, занимались проповедническими программами и жили в разных домах, в разных преданных. И как-то один раз мы… Не один раз, а часто приезжали к преданному, который торговал обувью. У него эта обувь была везде. Постоянно, как приезжаешь, он говорит, может, вам обувь поменять, ботиночки какие-то там. И там, думаешь, да эти куда-куда их уже. На руки только, если одеть. На голову. Так, говорит, некуда. Две ноги только. Свои еще не износил. И вот каждый раз, как приезжаешь, он постоянно открывает этот шкаф, там вываливается, эти коробки. Говорит, ну, может, посмотрите, может, смотрите, у вас там дырка уже. То есть, вот так вот. Не удивишь его ботинками. Так и Кришну тоже. Вот, ну, не удивишь его ничем в этом мире. А вот одна вещь очень ценная – это любовь. Вот это его для него ценно. Настолько, что ради этого Кришна, он даже становится слугой своих преданных. Вот именно как раз вот из-за этой самой любви, представляете, насколько она, его привлекает, любовь, что ради этого он даже готов служить своим преданным. То есть, мы знаем, что есть вот это вечное соревнование между Кришной и его преданными. Кто кому больше послужит, кто кого больше удовлетворит. И преданные всячески хотят Кришну удовлетворить, а Кришна в ответ их хочет удовлетворить. Преданные служат все больше и больше Кришне. От этого он становится все прекрасней и прекрасней, чтобы все больше и больше у преданных было желание ему служить. Он хочет как-то им взаимностью ответить. И в этом соревновании постоянно кто-то проигрывает. И как вы думаете, кто проигрывает? Никто? Да. Преданные проигрывают? Не угадали. Преданные выигрывают постоянно в этом соревновании. Кришна все время проигрывает. Они его побеждают, и по этой причине он принимает форму Господа Чайтани. Именно как раз поэтому он пытается понять, что же такое. Вот я же верховный наслаждающийся. По идее, я же должен быть, ну как бы, мое блаженство должно быть выше всего, выше всех. Но когда он видит на преданных, которые служат ему с любовью, и видит, что они более счастливы, то он удивляется. А как это так? Они испытывают части больше, чем я. Но это неправильно. То есть надо как-то исправить ситуацию. Я же верховный наслаждающийся. Поэтому он пытается изо всех сил понять на основе шастр. Вот он же веданта Крит, он же веданта Вит, он знает все. И он там размышляет, изучает все шастры. И не находит объяснений. Не понимает, что такое. И тогда приходит к решению. Нужно принять настроение. То есть нужно как-то одеть, как-то влезть в эту шкуру, шкуру преданного, как говорится, и попытаться вот с этой точки зрения, с точки зрения преданности, служения. Вот это дух слуги, не дух. Есть вот два настроения. Вишая и Ашрая. Ашрая – это тот, кто такой вот наслаждающийся, лежит на диване, и все вокруг него бегают, суетятся там, что-то делают. А он просто лежит и ничего не делает. А Ашрая – это как раз тот, кто отдает, служит. Он бегает, суетится, переживает по поводу того, как сделать еще лучше, чтобы тот, кому он служит, был еще более счастлив. Чтобы только ради вот этой улыбки мимолетной он готов 24 часа в сутки суетиться. И вот Кришна, он принимает настроение вот этого преданного, суетящегося и беспокоящегося, чтобы понять, что же это за счастье, которое они переживают. И видит, что это счастье, оно в миллионы раз зашкаливает его уровень счастья. И он… надо исправить ситуацию. И поэтому он принимает это настроение, настроение Шримати Радхарани, так как она лидер всех преданных. Шримати Радхарани, она в совершенстве знает, как удовлетворить Кришну. Она предугадывает все его мысли, желания, все его планы. Почему? Потому что она 24 часа в сутки сосредоточена только на том, как сделать его счастливым. Поэтому она его как это изучает, считывает, сканирует, выясняет, что ему нужно. И достигает своего. И Кришна становится счастливым. И когда Кришна принимает ее настроение, то он начинает ощущать вот это счастье. Поначалу ему трудно. Мы знаем, что когда он только-только вот как-то вошел в это настроение, то он пережил такое блаженство, что он стал терять контроль над собой. То есть вот там слишком большая доза. Не для слабонервных. Он не привык еще резко к такому. Перебор произошел. И поэтому у него были близкие спутники, которые ему помогали правильно это переварить. Переварить и правильно войти в это настроение. Мы знаем, это Раманан Дарой и Саврупа Дамодара и еще Шикхани Махити. Шикхани Махити, кажется, если не ошибаюсь, имя такое. Но о нем редко упоминаются. В основном Саврупа Дамодара и Раманан Дарой. Они именно как раз являются Лолиты и Вишакха Деви, которые пришли сюда, так как они являются гуру для самой Шимати Радхарани. Они учат Шимати Радхарани, как нужно с Кришной поступать, как нужно управлять им. И вот они помогают Господу Чайтане правильно это все переварить и правильным образом войти в это настроение. И у нас есть возможность через слушание Шиматбага, через слушание чистых преданных, которые свободны от всех эгоистических желаний, также обрести этот вкус, который сделает наш ум вот таким вот же в Евасаят Микабудхих непреклонным, целеустремленным. И ради этой высшей цели мы пойдем на все. И вот четвертый стих Шикшаштаки, он так и говорит, что что мне ничего не нужно. Ни богатства, ни славы, ни почета, ни женщин, ни мужчин. Ничего мне не нужно. А что же мне нужно? Я же живой, а живой – это значит желающий. Какое-то желание все-таки у меня есть. А мне нужно что? Жизнь за жизнью, преданно служить тебе, не ожидая ничего взамен. Все, больше мне ничего не надо. Вот, чтобы ты был счастлив. Вот. И вот это и с нами может произойти, если мы будем продолжать изо дня в день, как мы учитаем в Шиматбага в том, что постоянно слушая Шиматбага в том, мезучиество преданного, мы постепенно-постепенно избавимся от всех-всех-всех страхов, от всех сомнений и обретем этот высший вкус. Вот. Харе Кришна, дорогие преданные, может какие-то вопросы есть? Или дополнения? Или сомнения? Может кто-то сомневается? Да. Щедрость. Ну вот как дождь. Он проливает воду, свою воду на все, не различая. Вот. Нужно здесь лить или не нужно лить? Вот просто вот раздает. Как это? Нанда Махарадж, его отец, его звали Парджани. Вот. Парджани. Парджани так и переводится как облако, дождевое облако. И он настолько был, как это, щедр, что вот раздавал без остановки. Как Нанда Махарадж, он как это, унаследовал от Папы это качество. И он когда узнал о том, что родился Кришна, он на радостях готов был вот он все раздавал. Вот все абсолютно. И в уме, и наяву. Всех своих коров, все свои богатства, все-все-все-все-все-все. И там уже Лакшмедеви, она уже молилась там, дорогой Господь Нарайна, если он не остановится, то мы просто, я уже, я уже как это, банкрот. Иду в соседнюю вселенную, занимать там, в этой вселенной чувствую, мы останемся на нуле. У него просто там зашкаливает, он без остановки. Просто уже все раздал, я уже просто, как говорится, по тонким каналам передаю уже то, что выше его возможностей. А он не останавливается. Что делать? Надо как-то, ну, что-то сделать. То есть вот так вот. Вот это вот щедрость. В абсолютном смысле слова. Или как Кришна, например. Весь этот мир, который мы видим, это же из него соткано. Из его тела. Представляете? Он это все из себя выделяет. Когда вот браманы проводят жертвоприношение, то они читают вот эту вот молитву. Как она называется? Уже забыл, вылетел из главы. Пуруша Сукта. Который как раз описывается, как это все происходит. То есть сам этот Пуруша изначальный, он создает все, вот все, 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 что нас окружает. Вот эта вселенская форма Господа. И он сам же является элементами этого жертвоприношения. То есть он как это устраивает этот механизм жертвоприношения. Что такое жертвоприношение? Мы приносим в жертву. Мы отдаем. И он, ну, чтобы показать пример, он первый является основателем этой процедуры, этой церемонии. Он сам выделяет все эти элементы, необходимые для жертвоприношения. Вот это зерно, там масло и так далее. Все вот эти компоненты. Молитвы, мантры, все тонкие и грубые элементы, которые нужны, чтобы провести. Потом он же сам становится жертвенным вот этим животным. Представляете? Сам жертвенный животный. Сам себя приносит в жертву. И ради чего? Ради того, чтобы мы могли получить свои, как-то реализовать свои материальные блага и в то же время обрести вот этот вот высший вкус. То есть вот это настроение, вот это вот жертвенности, готовности пойти на все ради того, чтобы спасти другие живые существа из этого мрака, одиночества и сумасшествия. То есть тут же все одинокие на самом деле. Вселенная – это место, где всем скучно и все тут одиноки. Все страдают от безделия. Вот поэтому так называется Вселенная. То есть лентяи тут все. А страдаем от лени. И что такое лень? Лень – это нежелание любовь проявить. То есть вот мы не хотим любить. Все время выгоду какую-то, выгоду. А что мне за это будет? Вы знаете, вот даешь ребенку, просишь ребенка принести воды. А что мне будет за это? Выгода какая-то нужна. Тогда принесу. А нет, ой, я устал, мне тяжело. О, устал, мне все болеет. Ой, я так устал. Папа, ты же понимаешь, я устал. Весь день в школе учился, весь день играл, очень устал. Как только выгода появляется, все. Сколько надо бутылок принести? Четыре, пять, а можно я шесть принесу? Все, сразу это связано. Но Господь он нам показывает. А выгоды-то никакой нет у него. Он это все делает, какая ему выгода с того, что он исполняет наше желание. А что мы ему можем взамен дать? А ничего. Вообще ничего. То есть тут и так уже все его. Можем сказать, ну, Кришну, вот тебе. Как вот обряд поклонения Ганге, как он проходит. Заходит человек в Гангу и Ганге предлагает свои молитвы и вот эту самую воду, которую у нее же зачерпывает и Ганге предлагает. То есть больше ничего нет. Как это гол, как сокол. Где взял, туда и вернул. Вот это в абсолютном смысле понятие щедрости. Это называется как это круговорот энергии в природе, да? Или как это? Закон сохранения энергии. То есть энергия, она никуда не утекает. То есть она, знаете, вечный двигатель. То есть в теории это ученые, они все хотят изобрести вечный двигатель, чтобы обрести выгоду. А этот вечный двигатель, это сам Господь. Это вечный двигатель. Там круговорот энергии в природе. Они никогда не иссякают. Сколько бы Кришна не эманировал из себя этих энергий, а никогда не прекращается. Мы знаем у Панишат, и что у Панишат есть вот этот стих омпурнам идахпурнам идам. То есть полное целое, оно постоянно из себя эманирует такие же полные целые части. Вот эти все части, они обладают такой же полнотой, как и он, полным целым. И при этом он всегда остается полным. То есть сколько бы из него не выходило, все время он остается полным. Никогда не прекращается. Это вот секрет вечной полноты. Постоянно отдавать, 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 а оно все время обратно возвращается. Потому что так устроен мир. Этот мир на самом деле преданных в этом мире больше, чем материалистов. Даже вот на этой планете. Планета Земля, мы же читаем Шима Багава, там пятая песнь, она описывает устройство Вселенной и там устройство Земли. И вот Земля, она, это огромная сфера, такой диск, и там сколько там, семь островов и семь океанов, если не ошибаюсь, или девять островов, я уже забыл. И потом еще центральная есть часть, где как раз мы обитаем. Эта центральная часть, она тоже разделена на девять частей. Мы где-то с краю. В центре там находится область, где Господь Шиева живет. И вот эти острова и океаны и вот эти другие земли, там лидеры преданные, то есть они лидеры везде. И все подданные, они тоже все преданы Господу, и они поклоняются Господу, там конкретно есть Божество, которому они поклоняются, как и на этих островах, так и в центре всех этих земель. И у всех вот этот дух, дух настроения преданности. За счет этого там они и живут счастливо, у них ни в чем нет нужды. Все вот эти земли, они райского уровня. То есть там живут как в раю, у них все хорошо, очень могущественные. Там мужчины, у них сила, как у десяти тысяч слонов. Представляете, силища какая-то. Вот мужчины такие сильные, женщины очень красивые. И нет ни в чем недостатков. Только вот здесь вот, вот это вот место, которое называется Бара Таварша, где мы обитаем, вот здесь вот постоянно какой-то дефицит, все время чего-то не хватает. А на всех других землях там все поклоняются Господу, все преданные. Поэтому, и так как они преданные, они же все предлагают Богу. Все, что у них есть, они Ему и возвращают постоянно. Жертвоприношение, например. Одно из таких вот грандиозных жертвоприношений, помпезных, последних, было проведено где-то около шести или семи тысяч лет назад. И там резервуар топленого масла, ну вот куда вот вливалось топленое масло для проведения в этой церемонии, оно было размером примерно с Черное море. Представляете, сколько топленого масла они предлагали в эту Ягию. Арена была там, ну там десятки километров. Вот этот квадрат, у нас квадратики с пару кирпичей, а у них там около то ли двадцати пяти квадратных километров, то ли вот что-то такое. Достаточно гигантское. Ну фактически вот чуть ли не площадь всей Москвы. Вот это вот арена была, куда лилось это масло. Представляете? Все это, и куда это все? Это все Богу предлагается. Через вот этот процесс они же все Богу и предлагают. Все вот это зерно тоннами там, вагонами. То есть, не то же там мы там пачку купили перловки в магазине. Сва. И надеемся, что все наши желания материально исполнятся. А там люди, они вагонами, контейнерами просто. Они это все выращивали целый год с любовью. Потом с любовью все это ему уже и предлагали. То есть, такое великое жертвоприношение. Ему же все и возвращается. А Кришна, видя, как они с любовью все это ему предлагают, он в благодарность им все и возвращает. Как знаете, вот эта история с Гавардханой Пуджей, вот скоро как раз она будет. Она как раз показывает механизм, как это происходит. Преданные для своего Господа любимого готовят там горы еды, ему это все предлагают, а он потом обратно им все и возвращает, как Махапрасат. И все, это до бесконечности. И они ему все больше и больше, вот это там уже, уже все уже, все холодильники опустошили, все там погреба опустошили и все ему отдали. А он взамен еще больше отдает. И все, это до бесконечности. Так как преданные, они же не успокоятся ни за что. А чем еще заниматься? Ну вот вы утром проснулись, переварился этот пир, как-то в себя затолкали эти сто тысяч самосов, вот, переварились. А чем надо заниматься на следующий день? Преданным служением, потому что по-другому жить уже не можешь. И опять бежишь на поле, выращиваешь эту картошку, морковку, зерно и предлагаешь обратно Господу. И все. И так это до бесконечности. Такой вечный двигатель. Вы Кришне, он вам. Вы ему, а он вам. И все. И поэтому он ом пурнам, адах пурнам. Полное, целое остается всегда полным. Это называется любовь. Обмен любовью. Есть шесть принципов преданного служения. Давать дары, принимать дары. То есть мы дарим подарки и нам подарки тоже. Потом просадом делиться, то есть пищей, вкусняшками всякими. И мысли. Открывать свои мысли о сокровенном и выслушивать тоже о сокровенном. Вот шесть принципов любовных отношений. Это постоянный процесс. Вы даете, вам возвращается. Вот такое вот, видите, круговорот до бесконечности. Чем больше отдаете, тем больше возвращается. Так и живут все в духовном мире. В материальном мире пока еще так не хотят. Поэтому корысть. А что мне будет? И Кришна приходит и показывает. А вот смотрите, что будет. Хотите так? Вот давайте. Слушайте шамат-бхагаватам. Вначале я думаю, ну как это просто слушать? У нас привычки такой нет. Надо же что-то сделать. Так вот начните с этого. Слушайте, повторяйте. Повторяйте святое имя. Слушайте шамат-бхагаватам. Сердце постепенно будет очищаться, 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 очищаться. В какой-то момент вау, дошло наконец-то. И все. И там включается этот механизм. Он остановиться не может. Как вентилятор. Может, еще какие-то вопросы? Нет? Вот. Шамат-бхагаватам класс. Ки-джай. Шил-правупада. Ки-джай. Нитай-гору. Проминанды. Гри-бол. Гри-бол. were. �. Продолжение следует...